Всем добрый день. Сейчас в Перми заехали в гости к замечательному застройщику DevelopmentUG. Здесь я, кстати, был в 2018 году примерно, был комплекс ИВА. Совершенный верный, да, Павел Алексеевич? И сейчас у них уже все тут разрослось неимоверно. Денис и Ксения помогут, расскажут, что, как происходит, как они добились таких успехов феноменальных. DevelopmentUG на сегодня в Перми, по-моему, это самый крупный, да, по объему или нет? Из федеральных, да. Из федеральных, но тут местный игрок есть еще. Есть местные игроки, но из федералов. Мы, как и вы, самые крупные. Хорошо, хорошо. Вот, поэтому сейчас посмотрим, оценим, качество стройки, интересные какие-то фиши, которые есть. Во-первых, тут в глаза бросается одна из самых крупных, если не самая крупная школа, да? Совершенно верно, это самая большая школа в Прикамье на 1626 детей в одну смену с двумя бассейнами, стадионом и классной инфраструктурой. Город строили, выстроили? Это строили мы. Выстроили? Совершенно верно. Слушайте, ну круто. В этом году будет 13 первых классов. 13 первых классов, ну огонь. Вот видите, а значит, перемиску хорошо с рождаемостью. Так, ну что, пойдемте? Пойдемте. Так, и по пути будете рассказывать. Для начала познакомлю вас с комплексом в целом. Начали мы его строить с 2019 года, и сейчас уже три линии домов построено, и порядка 4000 семей уже проживает в семейном экогороде Погода. Соответственно, сейчас идет активное строительство четвертой линии домов и строится порядка 3000 квартир. 3000, да? Слушайте, а можно про архитектуру? Вот стиль такой необычный, да? Вот покажите, вот прям вот вообще вот, вот эти вот дома, вот они все. То есть, у вас это типовое, вы же много где строите? Или это все-таки нет? Это не типовой дизайн для нашего проекта. Специально готовили, разрабатывали эту историю. Обращаю внимание на переменную этажность зданий для сохранения большей инсоляции внутри придомовой территории и стабилизации розы и ветров. Так как здесь самый чистый воздух в пельме, это подтверждено экологами, поэтому мы стараемся нивелировать и этот момент с розы и ветров. Но проектировщик наш, Перемоблпроект, самая большая крупная организация. А, даже так, то есть проектировщик у вас? Так, про школу расскажите, как быстро построили? Школу построили с опережением на целый год и даже запустили ее раньше. Соответственно, 1 сентября прошлого года школа уже открыла свои двери для всех учащихся. И нюанс заключается в том, что школа была рассчитана на 1650 мест и поток желающих в эту школу стал настолько большой, что стали стремиться не только дети этого микрорайона, а стали стремиться дети всего города. И в итоге эта школа сейчас будет работать в две смены. Мне рассказали сюда, чтобы попасть, нужно прям, люди даже покупают специально квартиры. Это про эту школу, что ли, разговор? Что покупают квартиры, чтобы попасть в эту школу. Вот такой современный девелопмент стал, представляете? Да, потому что два бассейна в современных реалиях, это действительно очень редкий. Знаете, для всех девелоперов России это такой сигнал, как важна социальная инфраструктура. Безусловно, помимо школы, конечно же, мы позаботились еще и о самых маленьких. И построили детский сад на 350 детишек. Все дети погоды ходят в него, начиная с ясельной группы. То есть они смотрят в окна, видят школу и понимают, куда они дальше пройдут. Это у них такой карьерный рост. Ну все, осталось рядом университет построить. Все впереди. Кстати, строительство второго корпуса школы уже скоро начнется. 1 декабря. Будет начальная школа отдельно построена на этой же территории. Еще плюсом на 543, по-моему, места, если я не ошибаюсь. Слушайте, классно. Так, ну давайте я пока спрошу по продажам. А как вообще продажи? Давайте, дорогой Лисович. На самом деле, очень здорово, что вы приехали. Хотела похвалить Ирину Николаевну и ее команду, потому что это наш топовый партнер. А, то есть мы тут даже первое место заняли? Среди не агрегаторов, именно агентств недвижимости. А, ну нет, агрегаторы-то это мы не считаем. Конечно, агрегаторы мы опускаем. Среди агентств недвижимости, безусловно, вы занимаете лидирующие позиции. И в прошлом году, достаточно активном, мы с вами продали на 600 миллионов рублей квартир в семейном экогороде погода и жилом комплексе «Мы» в клубном пригороде. На текущий момент времени мы идем, в принципе, в прошлогодних пропорциях. Я надеюсь, что мы эту динамику сохраним и еще и приумножим. Но Пермь, насколько я знаю, не попал в расширенную семейную ипотеку. К сожалению, нет. И это катастрофа, судя по всему. Или не совсем. Плакать на камеру не буду. Очень надеюсь, что банки, застройщики в коллаборации придумают какой-то инструмент, рассрочку для того, чтобы... Сиди или Денис, расскажите, вот объективно, всем, как июль проходит в новых реалиях. Насколько примерно упали? Давайте, вот можно реальные цифры узнать? По новым заявкам я веду пока, только честно. Сильно упали. Сильно упали. Если скромно сказать, процентов на 50. Ну вот, мы так же везде. 50, даже некоторые 70. Обращения есть, консультации есть, но люди занимают выжидательную позицию до новых заседаний центра. Мы сейчас выживаем только за счет того, что создав комфортную среду, создав именно условия, не просто там квартиру мы продаем, то есть мы продаем пространство, да. А люди делают выбор в нашу пользу именно по этой причине. И за счет этого среди других застройщиков города Пельмин мы выиграем. И только вот на этом ресурсе сейчас еще как-то, ну, пытаемся держаться на плаву. Очень тяжело. Ну, слушайте, поэтому, я думаю, сейчас все так. Да, и мы даже, знаете, вот давайте я расскажу. Ну, это, сделали анализ, города, где сохранилось, допустим, Омск, Курган, Саранск, Алтайский край, по-моему, или Атай, я там путаю все время. Пойдемте. Слушайте, да там вообще все нормально. Юля идет. Прям минус 40, минус 40, те города плюс 10, плюс 15, ну, вот так вот. То есть, это, ну, вообще, это две разных ситуации получается сейчас в России в некоторых городах, там, где ездят, там, где нет. Так, только у меня сразу же вопрос. Давайте по ценам сориентируйтесь, что мы смотрим, сколько это стоит. Какой это класс примерно? Класс жилья комфорт плюс, безусловно, здесь все создано для людей, в первую очередь с заботой от мала до велика. Соответственно, мы зайдем на придомовую территорию, вы сможете оценить уровень комфорта, отдыха наших жителей. Ну, пока вот что в глаза бросается, что нигде у вас второй этаж офисов нет. Совершенно верно, офисное помещение находится на первых этажах, то есть коммерция у нас только на первых этажах. Совершенно верно, в Пельме это так. А по чем это связано? И вот просто, мне просто интересно, вот коммерческая намного дороже же? Дело даже, знаете, в чем? Дело в том, что это позиция нашего собственника. А, Сергей Петрович так решил? Конечно. Надо с ним поговорить. Ему привет большой. Во-вторых, помещения мы не продаем. А, вы их себе оставляете? Да, и, соответственно, концепция, что размещается, как размещается, зачем, это все согласовывается именно с собственником. И, соответственно, подбирается очень тонко каждый арендатор. Какую он функцию, какую он несет? Ой, слушайте, как там красиво. Я уже чувствую. Слушайте, ну это да. Так. Добро пожаловать. Обращаю ваше внимание на высокую степень озеленения. То есть мы высаживаем как высокорослое растение, так и уже высокорослое. Слушайте, как будто какое-то будущее вообще. Футуристическое, знаете, как картинка. Другая планета. Детские площадки продуманы. Соответственно, в разных дворах. Разные наполнения детям, погоде. Очень интересно, потому что они передвигаются от двора к двору и играют на разных площадках. Ну, наверное, сразу бросается в глаза, что это принцип закрытого двора. Здесь машины не бывает вообще. То есть парковочные места предусмотрены по периметру. Здравствуйте. По периметру каждого дома. Соответственно, автомобильные парковки на придомовой территории не предусмотрены. Кстати, именно отсюда можно посмотреть на строящийся дом на четвертой линии. Это серебристая. Вот у нас идет самый главный строитель. Иван. Иван, да. Вот это все на его плечах. Вот все вот это. Это все он. Иван, с какой скоростью примерно построили? Эти два дома, серебристые 12 и 14, построены с нами и введены в эксплуатацию за 20 месяцев. Это от? От первой сваи, кончая уже получением разрешения на ввод в эксплуатацию. А, ну 20 месяцев. Это как по меркам интересно? Ну, точно выше среднего. Это очень быстро. В среднем где-то сейчас, мне кажется, 24-28 месяцев. В среднем до 32-36 месяцев занимается строительство подобных объектов. Это точно быстрее, чем записано в проектной декларации. И мы порадовали людей. Ну все, красавцы. Причем мы всегда сдаем раньше срок. Так, пойдемте дальше-то посмотрим тут как. Все красиво сделано. Прогуляемся по придомовой территории. Есть зоны для отдыха и для... Так, то есть подъезды оттуда, а выход внутрь, да? Подъезды сквозные для максимального удобства наших жителей, чтобы экономить время, попадая на придомовую территорию прямо с парковочных мест. Тяжело было решиться на такие глобальные внутренние пространства? Как, Денис? Ну, на самом деле, это был выбор осознанный, потому что, я хочу еще раз подчеркнуть, самое главное создание комфортной среды, потому что купить квартиру, это не самое главное, главное купить среду обитания. И вот это основной, наверное, концепт, к которому мы стремились. То есть, возможно, да, где-то пришлось пожертвовать какими-то экономическими показателями, но создавая вот эту среду, мы выиграли на этой дистанции. Слушайте, тут одни только подъезды вот эти, чего стоят. Вот эти штуки. Очень круто, на самом деле. У нас очень крутые подъезды. Не, вот я прям никогда такого не видел еще, чтобы вот... Светопрозрачные входные группы, максимально безопасные. Не, вот это-то ладно, а вот эта вот штука как-то так сделана? Беседка пергола. А? Как называется? Беседка пергола. Беседка? Для комфортного отдыха. Беседка пергола? Совершенно верно. Ну, вот так. Ладно. Так, а это у вас? Это воркаут-площадка. Здесь можно заняться спортом на открытом воздухе. То есть, ну, вот эти они, да? Да. И они все одинаковые? А, нет, разные. Они разные, на разную группу мышц. Здесь это такая маленькая зона, где, знаете, вот самокатчики, они же любят вот такие экстремальные, ну, маленький экстрим-парк. Главное, безопасный для наших детей. Вообще, мы придерживаемся концепции дворов-парков. Соответственно, сейчас мы строим самый большой дом. Это серебристая 7. Там двор будет вообще размером 2 гектара земли. То есть, еще больше наполнения. Там поляны, аэроспортивные будут. Разные активности для разных групп детей разделены по именно возрастным категориям для того, чтобы... Слушайте, лет 7-8 назад вот такого подхода близко не было, да? Что поменялось? То есть, вы увидели маркетинговую эффективность в этом? Как вы на уровне управления, ну, вот это... Я представляю, какие дискуссии внутри идут? Там, сколько тут, наверное, ну, я не знаю, ну, тысячи, наверное, 3 на квадрат относятся, вот, что-то такое. Я отвечу так. Это грамотная работа правления и Сергея Петровича. Если коротко. Ну, прочувствовал он, да, что надо в это инвестироваться? Прочувствовал желание потребителя. Потому что всю внутрянку, как бы, нет смысла обсуждать, как принимается решение. Ну, вот если коротко, грамотная работа правления и чуткую руководство Сергея Петровича. Хорошо. Так, пойдемте посмотрим еще тогда. Да, можно выйти сейчас будет именно вот здесь и пройти на демонстрационный этаж. Целый демонстрационный этаж, позволяющий нам показывать нашим клиентам, что они покупают в своем будущем. То есть в строящихся домах мы показываем готовые решения и вы попадаете уже в готовую квартиру с отделкой под ключ. И принимаете решение о покупке, безусловно, в положительном ключе. Слушайте, я нигде еще не видел стеклянных этих. Тоже интересно. С чем связано, почему стеклянные над подъездами? Ну, круто. С точки зрения эксплуатации. Почему стеклянные над этих? Ну, тут подбор был только с точки зрения эстетики. То есть надежность та же самая. Но, вы знаете, у нас же своя управляющая компания. И, естественно, прежде чем это сделать, мы советовались. Как ты будешь потом удалить, чтобы эксплуатировать. Проблем нет. Слушайте, ну вот еще меня деревья поразили. То есть елей много. Тоже не везде встретишь такое. Не елей, это как дерево? Я даже не знаю, сейчас как оно называется. Это сосна. Декоративная сосна, да. Но мы же на Урале живем. Это искусно как бы ель, сосна. Это наше. Это наше. Но длинномеры. То есть мы не покупаем маленькие саженцы. То есть сразу длинномеры. Да, наши дворы прекрасны и зимой, и летом. Летом особенно, конечно. Пойдемте тогда дальше. Пойдемте в следующий двор. И сейчас мы посмотрим уже квартиру, да? Совершенно верно. Мы сможем посмотреть техно-рум и шоу-рум. Техно-рум показывает, из чего мы строим наши дома. А шоу-рум, соответственно, иллюстрирует уже отделку. И ощущение того, что вы пришли домой. Все, супер. Так, мы идем. Вот соседний двор. Это сапфирная 13. Из данных домов пока что это самый большой двор. Из строящихся вот серебристые семьи. Он будет в два раза больше, чем двор, который мы сейчас войдем. Там внутри, да, тоже двор? Да, совершенно верно. Мы сейчас попадем на придомовую территорию. Сапфирная 13. Вы оцените уже следующий двор. Слушайте, а вот у меня, извиняюсь, перебью, такой вопрос тогда. Какие сейчас продукты вы стимулировать будете продажи? Сейчас же это самая популярная тема, что будут застройщики делать. Как будут изворачиваться, так это дозовем. Расскажите, что вы делаете. Мы вступаем в коллаборацию с банками-партнерами. У нас, кстати, есть сейчас ипотечный брокер с нами. Если можно подключить Анну, мы можем ее подключить. Есть еще одна фишка, которую делает только DevelopmentUG, которую придумал Сергей Петрович. Так, интересно. Единственная компания, которая проводит презентации на всех предприятиях города Перми. Крупных, маленьких, больших. То есть мы это делаем системно уже почти полтора года. Мы вступили в очень плотную коллаборацию и пытаемся понять их потребность, улучшение жилищных условий своих сотрудников. И подстроить и выдать тот продукт, который им был бы интересен. Вот это как бы в этом больше. То есть даже так, да, то есть понимая их, узнаете и строите. Конечно, вот это на самом деле и есть моя именно работа. Работа с предприятием. Ну, с Анной, да, я так понимаю, надо. Да, можно пригласить нашего ипотечного брокера. Да, на придомовой территории будет максимально уютно пообщаться. Вот как раз за коллаборацию с банками у нас отвечает Анна и весь ипотечный центр, который, кстати, у нас свой. Ну, нет, все правильно. Это тоже важная фишка, когда наш клиент получает услугу, ну, грубо говоря, в одном окне за этим будущее. Так, ну, у меня все-таки тогда вот такой вопрос. Сейчас очень многие считают, что надо с ремонтом сдавать. Как у вас с этим? У нас с этим все прекрасно. Все квартиры сдаются с отделкой под ключ. Как раз таки ее мы вам и продемонстрируем. Все? Все. Вот это новости. Наш любимый двор. Слушайте, знаете, вот, Денис и Ксения, я сейчас был в Сингапуре, в мае, с семьей. Вы знаете, уже все, нет отличия. Я первый раз в 14-м году был в Сингапуре. Приехал назад в Россию, думаю, что ж такое. Сейчас я был там, приезжаю, смотрю вот на все это, ну, все это одинаково. Все, это правда. Знаете, это правда, я вот сейчас даже захожу, вот эти, вот это все, вот это, вот смотрите, вон что творится. Не, на самом деле программа, программа господдержки дала же очень серьезный импульс, в том числе для развития застройщиков. Это правда, то есть это дали как бы воздух, и многие застройщики этим воспользовались. Для того, чтобы совершенствоваться и посоздать качественный продукт. Не, реально, слушайте, обалдеть можно. Комфортная зона отдыха в тенечке для мам с колясками, песочница. Баскетбольная площадка максимально далеко от игр малышей, то есть это мы тоже предусмотрели, когда проектировали придомовую территорию. Соответственно, по мере взросления детишки у нас двигаются. Слушайте, вот времена поменялись, знаете, вот заборы сейчас такие, да, получается. Вообще у нас более 80 вариантов планировочных решений, поэтому, Ильдар Борисович, если у вас появилось желание ознакомиться, почему бы, да? Готовы для вас подобрать идеальную планировку. У Сергея Битровича здесь тоже есть своя недвижимость, да, он приезжает, он приезжает в свой жилой комплекс. Ну что, сейчас можно пройти прямо вот по этой дорожке, и мы попадем с вами. Я, знаете, вот сейчас смотрю на это, я, знаете, что понял? Все-таки у вас, вы же с Краснодара начали, вот все-таки прослеживается, прослеживается вот эта краснодарская вот эта вот. Да, около 30 лет назад наша компания была основана именно в Краснодаре, и с 2014 года мы работаем в ПИК. Так, потихоньку подходим к ценам. Сейчас мы будем смотреть, расскажите, сколько все это стоит. Это стоит 20 тысяч рублей в месяц в рассрочку без процентов на 3 месяца, а дальше с небольшим удорожанием. При условии семейной потери? Готовы все для вас посчитать. Нет, без условий семейной потери. Так, нет, вы нам цену скажите. Дорогие друзья, а давайте мы сначала посмотрим квартиры, если вам понравится, мы уже с вами поговорим о цене. Давайте, давайте. Договорились. Вот так, значит, у вас крипты выстроены. Дорогие друзья, мы подошли с вами ко входной группе 10-го подъезда, да, сейчас мы войдем вовнутрь, и уже познакомим вас с внутренним наполнением нашего комплекса. Встречает нас бесключевой теплый тамбур. Всегда здесь не надо искать ключик, достаточно просто открыть дверь и зайти летом. Прохладное, зимой теплое, уютное помещение. Безусловно, неотъемлемым атрибутом комфорт-класса является наличие колясочного помещения, оно закрыто. И также мы снабжаем каждый подъезд комнатой матери и ребенка, ну или попросту санузлом, который прямо из колясочной, если вы посмотрите вот прямо на эту стену, увидите. Все необходимые удобства для наших жителей тут уже есть. Также мы встраиваем IP-домофон, благодаря приложению. Камера, да? Если вы его скачаете, сможете открывать дверь визитеру, не пользуясь ключом, просто с мобильного телефона по видеосвязи. Да, сейчас мы воспользуемся ключиком для того, чтобы войти в просторный холл в стиле лофт. Слушайте, ну красиво. Да, сквозной подъем. Слушайте, вот вы заморачиваетесь-то на тему дизайна. Это парадная, это не подъезд. Парадные выкрашены всегда в самых трендовых оттенках, в данном случае это такая пыльная роза. Я вас приглашаю в лифтовый холл. Я, знаете, надеюсь, после сегодняшнего сюжета, ну все больше застройщиков захотят приехать. Потому что DevelopmentUQ как-то старается раскручиваться, ну на общество я имею в виду, но не все это хорошо знают. Обычно же пример кого-то там других приводит, да? А мне кажется, вы далеко ушли. Мы очень гостеприимные, поэтому будем рады каждому. Да, подсветка как и на потолке, так и на стенах. Дорогие друзья, мы попадаем с вами в уютный лифтовый холл с мягкой группой ожидания. Тоже максимально комфортно для наших жителей. Большая навигация по квартирографии. И, конечно же, самая важная доска информации от управляющей компании Ива, которая сопровождает каждого жильца каждого дома, который мы построили. Безусловно, лифтовый холл снабжен видеокамерой. И такие вроде неважные атрибуты, но необходимые для комфорт плюс класса. Это ящик под спам, чтобы избавляться сразу от ненужного, что вам положили в почтовый ящик. И ящик под батарейки. Мы за экологией, безусловно. Классно. Так, едем, да, наверх? А лифты мы устанавливаем импортные. То есть не с нами импорта замещаться. Это дружественная страна, которая поставляет нам лифты. И, обращаю ваше внимание, брендовым рисунком погоды является мозаика. И здесь тоже продублирован мозаичный стиль в гравировке лифта. Обшиваемый лифт органическим стеклом, который защищает лифт от повреждения. И сохраняет его прекрасный внешний вид. Второй, пожалуйста. В будущем, я думаю, мы и по голосу сделаем. Везде камеры, да? Безусловно, камеры в лифтах. И системе безопасности все это выводится где-то или нет? Совершенно верно. У нас есть диспетчерские пункты в каждом доме. И есть специально обученный человек, который отвечает за безопасность. Все камеры выведены. Итак, дорогие друзья, мы с вами находимся на демонстрационном этаже. Здесь можно ознакомиться с его планом. Шесть квартир, которые мы можем показать нашим клиентам. Разные планировки для того, чтобы клиент сориентировался и понял, каково это, да, жить в евро-двухкомнатной, либо там в трехкомнатной классической позиции. Здесь мы готовим. Сеня, бывает, что два одновременно покупают две квартиры рядом? Часто. Не часто, но бывает. Бывает периодически, потому что, когда семья покупает для себя, они рассказывают об этом друзьям, родственникам. И, соответственно, все хотят жить где-то рядышком. И как раз-таки концепция «Город в городе» позволяет нам увеличить конверсию клиентов таким образом, что, получая обратную связь от текущих жильцов, они могут приобрести квартиру в строящихся домах рядышком. Это действительно огромный способ. Сначала шоу-рум или техно-рум смотрим. Мы находимся на демонстрационном этаже. Здесь тоже есть что показать, потому что я вас так просто не отпущу. Так как «Комфорт плюс» класс имеет прямое отношение к звукоизоляции внутри квартир, я просто обязана вам продемонстрировать, что сделал застройщик для того, чтобы звукоизоляция в квартирах была лучше. Мы вынесли коммуникации вертикально ориентированные в места общего пользования. То есть водоснабжение, общая канализация, они выведены в общий коридор. Соответственно, внутри квартиры шума становится отрицательнее. Сеня, можно я вопрос задам? И счетчики, безусловно, будут. Как часто ты обучаешься? А как часто я обучаю? Речи, презентации. К сожалению, давно не обучалась. Слушай, нет, просто ты очень круто рассказываешь. Очень приятно. Мне серьезно. Это вы со всеми так сотрудниками много, да? Ну, понятно, что управленец. У нас профессиональная команда. То есть вы прям качаете всех своих. У нас каждый сотрудник прошел аттестацию, каждый сотрудник сдавал экзамен, и Сергей Петрович просматривал каждого сотрудника. Лично. Лично. И давал оценку. Ну, все понятно. Учиться, учиться еще. Да, все понятно. Да. Счетчики, конечно же. Самая важная фишка нашего комплекса заключается в том, что мы устанавливаем индивидуальные счетчики на отопление для каждой квартиры. Таким образом, жильцы сами управляют этим ресурсом. И уезжая куда-то на долгое время, могут сократить финансовые издержки, особенно в отопительный сезон. Так, круто. Так, мы с вами идем, наверное, начнем с техно-рум, чтобы от внутреннего содержания перейти уже к внешней красоте, которую мы в итоге продаем нашим клиентам. Да, техно-рум. Слава богу, хоть ключ по старинке. Пока да. Да, Ильдар Борисович. Начнем, наверное, с входной двери. Мы устанавливаем сейфовые двери на трех петлях с широкой коробкой. Опять же, огромный плюс к звукоизоляции внутри квартир. Два замка Гардиан, ночная заглушка. Слушай, они такие массивные. Вот камера не передает. Действительно, ее надо прям из-за ручки регулировать, тоже потрогать. Ну, если кто ездил на бронированных машинах, они такие же тяжелые двери вообще. Ну, то есть... Добро пожаловать всех. Нет, ну вдруг кто из зрителей ездил. Я тоже не ездил. Дорогие друзья, мы здесь для того. Аккуратно, пожалуйста, порожек высокий. Обращаю ваше внимание, здесь дверь представлена также в разрезе. То есть здесь прямо можно детально ее изучить. Вот это круто сделали. Слушайте, не везде такое встретишь. Согласна. С вами мы, родные начальники. Так же, как и ваша компания, мы очень много внедряем инноваций и превращаем это в такую обычную практику уже спустя некоторое время. Приглашаю вас в это помещение. Оно максимально информативное. Здесь я вам расскажу, что мы сделали, как это изнутри устроено. Большие окна, безусловно, наше. Слушайте, гениально, гениально. Размер указан. Слушайте, ну это гениально. Слушайте, я ни разу не видел. Все гениальное просто. Мы и должны... Просто все подписать. Как все устроено, пожалуйста. Максимально все понятно. Мы ничего не скрываем. Да, мы устанавливаем всю фурнитуру на окна. Это клапан приточной вентиляции для щадящего проветривания в зимний сезон. Замки безопасности. Очень важный критерий для... Это конкретно важно. Не только для детей, но и для возрастной группы, как оказалось, им тоже важен замок безопасности на окне. Это правильно. Это правильно. Ультра-тонкие радиаторы с терморегуляторами. Однако в центре нашего внимания здесь оказываются стены. Вот все то, что мы видели с внешней стороны, мы сейчас можем посмотреть в разрезе. Это очень-очень привлекает наших клиентов, которые на простом примере могут понять, из чего строится их дом. То есть вот... На текущий момент самое важное преимущество, которое мы здесь акцентируем на этом внимании. Позагребневая плита визуализирует внешние перегородки, отделяющие комнату от комнаты, на что мы весим телевизор. А вот что отделяет нас от соседа, конечно же, должно быть капитальным, как и внешняя стена. Слушайте, у вас еще подсветка тут грамотно сделана, да? Подсветка сделана грамотно, однако благодаря большим окнам и солнечной погоде я даже не включала свет для того, и нам максимально не комфортно. Кто смотрит эти застройки, посмотрите, как важен свет. Люди специально свет вывели, на каждую деталь выводят, чтобы было видно, что как происходит. Да, и безусловно, все подписано, все уникальные преимущества описаны здесь на постаментах. Это комната. Безусловно, мы уделяем большое внимание зонам хранения и сразу предусмотрели в этом помещении нишу под шкаф или гардеробную, которая скроет все вещи и сделает это максимально красиво. Да, здесь мы для того, чтобы посмотреть планировочное решение. И, конечно же, важно показать вам кухню, Ильдар Борисович. Да, кухня – это самая, наверное, важная часть квартиры. Мало того, что она должна быть гостеприимная, а еще она может быть террасой. Только представьте, как можно проводить летние теплые вечера всей семьей на вот этом вот открытом холодном помещении. То есть в этой квартире и балкон, который мы только что видели в соседнем помещении, и терраса. Как это на стоимости сказывается? На стоимости сказывается незначительно. Всего лишь 0,3 по сравнению с квадратным метром жилого помещения. О, слушайте, вы их должны разбирать сразу же. Их разбирают, просто их не так много. Для Урала все-таки терраса – это больше экзотика. У нас только люди привыкают к этому продукту. 0,5, как это все должно быть. Сергей Петрович сейчас вас услышит. Соответственно, на вторых этажах мы делаем открытые террасы и уже предоставляем выбор нашим. Наши стеклопакеты, наши двери в разрезах. Да, тоже все в разрезах, представлено на этих постаментах. Можно посчитать камеры. То есть тут даже обывателю, который далек от строительной сферы, максимально понятно, что будет в его квартире, с чего она будет состоять. Однако это еще не все самое интересное в вашем шоуруме. Пойдемте. Думаем, сколько все это стоит теперь? Ну что? Мне уже страшно представить. Да, давайте. Ваша квартира – 83,4 квадратных метра, резиденция в Перми. Давайте. Добро пожаловать. Правильно. Проходите, пожалуйста. Ну, после. Спасибо. Мы сдаем с отделкой под ключ. Это стены, пол, потолок, матовый натяжной потолок, обои пастельных оттенков. На полу линолеум высокого коммерческого класса, розетки, выключатели. А наполнение здесь для того, чтобы наши жители будущие понимали, как они могут обыграть то или иное помещение. Поэтому это действительно очень сильно помогает. У вас дизайнеры, да, подработали? Конечно. Прямо ух. Конечно. Мы работаем в коллаборации с дизайнерами, хомстейджерами. Поэтому это помещение как раз никого не оставляет равнодушным. Тут заходишь сразу, живой эффект. Я вас еще в спальню не приглашала. Пойдемте. Но сначала через санузел. Да. Дорогие друзья, санузел тоже важная история. Да. И он должен быть сразу достойным для того, чтобы была возможность воспользоваться этим помещением. Вот он такой и будет, да? Он такой и будет. Стены, пол, потолок. Точечное освещение уже. Установлена плитка до потолка от пола. Это архиважный момент. Многие на него обращают внимание. И наше конкурентное преимущество. Выводы под все коммуникации. Безусловно, сантехнические принадлежности. И электрополотенце-сушитель. Тоже важный атрибут санузла. Также мы продумали и здесь ниши под будущий шкаф. Где стоят Анна и Полина, наши дорогие коллеги. Приглашаю вас в первую спальню. Ирина Николаевна, вы можете не выходить. Да, у нас обновленный шоу-рум. Поэтому вот комната для малышки. Обыгранная таким образом. То есть помещение правильной прямоугольной или квадратной формы. Здесь можно расположить. Дизайнеры классные, кстати. Сразу же жираф тянет, прям хочется его потрогать. Прикольно. Очень мило стилизовали эту комнату. Но здесь можно гораздо больше разместить атрибутики. Если это не... Слушайте, тут, знаете, тут вот вид из окна шикарный. Дети, ты вышел, и дети тут играют. У меня как отходит, знаете, к советскому времени. Вы можете подключиться к видеокамере и наблюдать за ребенком. Видите, вот там вот. Ну, в наше время такого не было точно. Дарь Борисович, обращаю ваше внимание, что это квартира с мастер-спальней. Очень важная деталь. Детские находятся в одной части квартиры, а родительская спальня находится в другой части квартиры. Мы попадаем в такую зону гардеробных. Здесь можно сделать не только гардероб или кабинет, например. Тут уже на вашем смотри. У вас еще даже, я скажу, новаторский подход к планировке. Да, я на этом и старалась делать акцент. Слушай, он реально новаторский. Вот по сути своей. Обычно же что, ну делают это, тык-тык, все так. А тут, ну, интересно, я скажу. Но какая-то часть теряется площади на этом. Давайте объективно, вот на таком. Безусловно. Однако, какие плюсы получают. Вот правильно. Я при этом, может быть, стоит пожертвовать парой метров для максимального комфорта. Большая, просторная, светлая спальня родительская. Да, здесь можно, как я уже упоминала, сделать либо гардеробный, либо кабинет, что очень актуально. На текущий момент очень много работы уходит у нас на дом. Вот кто хоум-сенджером занимается, тут вот смотрите, как вот это положено. Обратите внимание, все в едином стиле с теми было. И обратите внимание, вот это сделали. Это, это, прям сразу, плюс 10 баллов. Вы же домой зашли. Да, да, да. Тут уютно, тепло и хорошо, и уходить не хочется. Так, и что с кладовками? С кладовками. Безусловно, кладовые помещения у нас есть на первых этажах и доступны к покупке, невзирая на договор долевого участия по квартире. То есть у нас любой желающий может купить кладовое помещение и выиспить. Ну и понятно, что у вас тут паркинг под всем этим хозяйством. Паркинг, а у нас бесплатный открытый паркинг с высоким коэффициентом парковочных мест по периметру каждого дома. А, у вас даже нет подземного, да? Нет, у нас нет подвала здесь, в этом преимущество. Какое преимущество? Ну, преимущество в первую очередь. Сроки строительства, безусловно, быстрее. И подземные воды, конечно же, которые в Пельмении. Нет, проблемка, с которыми сталкиваются при эксплуатации. Ну, у вас сложный такой выбор был, да, тоже? Да, представляю, как это. Розетка наверху? А как думаете, для чего это розетка? Подождите, дайте подумать. Так, маленький ребус. Так, ну первое, что-то связанное с интернетом. О, Дмитрий Борисович, вы сразу с первого раза прочитали наш посыл. Совершенно верно, сюда включается роутер. Обычно мы, как его, на проводах и куда-то там прикручиваем, и все равно это не очень эстетично. Когда роутер вверху, он не бросается в глаза, и все выглядит максимально красиво. Я же тебе что-то, я бы сделала, нефотично, самостоятельно. Поделитесь впечатлениями. Так, чтобы впечатления были полноценные, мне сначала нужно узнать цены. Узнать надо. А потом я поделюсь впечатлениями. А по ценам. Да, давай, Ксиди, рассказывай. Когда вы, это же момент, когда-то наступает. Разгадка какая-то где-то же происходит. На самом деле, коллеги, при анализе рынка, да, мы учитываем же по нашему сегменту, по комфорт плюс, все факторы, и находимся в рыночном сегменте, прямо ровненько, посередине. Так, Ксиди, расскажи. Давай прямой вопрос. Надеюсь, я сделала недавно сравнительную характеристику вашего метра похода прямо, да, по ценам. Ну, давайте конкретно. Вот 83 квадрата. И сколько тут? 83, да, вы же сказали вначале. Сколько они будут стоить? За квадрат. Это с ремонтом? Это с отделкой под ключ, конечно. А сдача когда? Ну, сейчас ближайшая, ближайшая, 25-го. Третья, слушайте, это нормальные цены. Реально, вот за такое, это, за это, все, это нормально. А я уверен, сейчас Москва или Питер на смотрят, они, как говорится, оп, челюсть отпала. Да даже в Тюмени челюсть отпала. Да, DevelopmentUG гибкий застройщик, поэтому у нас на ряд позиций предусмотрена дополнительная скидка в зависимости от способа выхода на сделку. То есть, есть гибкая система рассрочки, да, как короткосрочной, так и долгосрочной. И, соответственно, есть дисконты за полную оплату сразу с выходом на ипотеку. Поэтому для любого покупателя с любыми возможностями мы найдем вариант выхода на сделку. А все-таки, вот давай, Анна у нас здесь уже, нет? Нет еще, Анна? Анна! Пойдем, я приглашаю вас. Анна, что стали делать после 1 июля? Как застройщик, с какими банками, какие условия? Расскажите, всем интересно, думаю. После 1 июля случился, конечно, полный крах, но мы, как большой федеральный застройщик, мы нисколько не растерялись, не потерялись. Мы заключили договора о субсидировании. На сегодняшний день мы работаем с Совкомбанком по субсидии на весь срок ипотеки. Также мы... На весь срок? На весь срок. Можно поподробнее? Какая ставка? На сегодня у них 10,99. Это для всех клиентов, кто не попадает под семейную ипотеку. Подождите, то есть вы там субсидируете, это вы вообще процентов 30 платите? 38, наверное. Семисленное вознаграждение в районе 20%. А, 20. Да, слушай, это нормально. Поэтому мы... И ставка 11, да? 10,99, да, на весь срок ипотеки клиент может приобрести. Слушай, ну это круто. 130 тысяч квадратов, это нормально. Это та часть клиентов, которая ушла из разряда семейных. Все, кто подсемейный, у нас есть предложения на разные сроки от ставки 0,01 до 6 с разбивкой до ввода дома, после ввода. И на 3 года можем по 3,5% выдать людям с детьми, с маленькими детьми, чтобы им комфортно было нас жить. Слушай, а я, кстати, так по моим расчетам это дороже должно было стоить, если под 11 делать, ну под 10,99. У них на сегодня такая матрица. Ну вы уже договорились, да, получается? У нас договора заключены, можем подписывать. Уже в процесс пошел. Можем подписать. Слушай, а рассрочки расскажи, как даете? Рассрочка есть. Есть рассрочка на первоначальный износ. В пределах трех месяцев даем клиенту возможность собрать в полном объеме первоначальный износ и выйти на ипотеку. Либо можно воспользоваться траншами. Тоже есть такая программа сейчас у многих банков, и она у нас активно работает. Можно также воспользоваться рассрочкой от застройщика на более длительный период. Насколько даете? До года, либо до ввода. То есть разные, вообще разные моменты. Ну больше пока еще, Денис, не думали, да, там длинные 5 лет рассрочки, что-нибудь такое нет пока? Пока думаем. Думайте. Отправление думает. Ну все, хорошо. То есть на сегодняшний день мы, да, гибкие в плане под каждого клиента, под его ситуацию жизненную и, возможно, индивидуальное согласование. Я теперь помню, почему мы там жирафа поставили. Так, хорошо. Ну что, Эльдар Борисович, сейчас остается вас только пригласить в наш офис продаж для выбора вашей резиденции. Пойдемте. Да, и Анна тут вам все посчитает. Берем, да, скидем. А, конечно. Слушайте, вы зря не говорили цены, они нормальные. Вот смотрят, я уверен, Сибирь, центральные регионы, Дальний Восток, они просто облизнулись, когда вы сказали, 130 тысяч. С ремонтом. Все ждем впеть. С ремонтом. Очень просим. А, книжку. Официально для Development U. Напишу Development U, хорошо. Все менеджеры по очереди перечитают. Ну все, да хоть один прочитай. У меня вторая выходит. Да? Да. Я уже ее написал. Уже, я думаю, мой прогноз, может, октябрь, ноябрь выпустим. Уже все. А вы в этом году еще приедете теперь? Нет. Но мы еще размышляем. Я знаю, меня зовут, но еще в анализе ситуация. Все, это вам пожелание. Спасибо большое. Спасибо большое. Все. Так, ну что, мы тогда в офис продаж посмотрим или что, у нас не по пути уже? У нас еще 8-10 минут. Ну все, пойдемте, зайдем, посмотрим. Мне кажется, это очень интересно. Да, мы попали с вами на внешнюю сторону дома. В 2019 году здесь было просто поле, а сейчас вы видите и жилую инфраструктуру, и коммерческую, и социальную, и, конечно же, дорожную. Очень важно. 81-й, первый электробус в Пельми, который следует от погоды до Пельми 2-й через весь центр города. Максимально удобный, комфортный новый транспорт. Я запомнил, тут реально ничего не было. Сейчас у меня в памяти все всплыло. Я тут ездил, тут такой еще был этот. А вот Ива, кстати, обещали вам показать. Вот она во всей красе. Вот эти вот коричневые дома с голубыми балконами. Все, все, я вот там вот был, туда подъезжал. И, кстати, та локация примечательна тем, что сейчас, прямо сейчас, Девелопмент Юг строит там спорткомплекс с бассейном. Действительно важная история. Также город строит там крытую ледовую арену. Тоже два важных таких центра притяжения для многих. Так, ну пойдемте в офис продаж зайдем. Приглашаю вас в офис продаж. Да, посмотрим, потому что я уверен, всем будет интересно. А что ж вот, как продаете. Пойдемте. У меня еще такой неожиданный вопрос. Агентство продают? Точнее, наоборот, очень неожиданный. Или сами какая пропорция у вас? 70 на 30 преимущество. 70 агентства, да? Вы второй раз угадали с первой попытки, конечно. 70% продают наши партнеры. Ну это в среднем по России сейчас цифры. Да, поэтому для партнеров у нас всегда лучшая мотивация. Сколько, кстати, агентствам платите? Агентствам мы платим до 4%. А, ну то есть от чего зависит? Зависит от количества сделок. Мы мотивируем сейчас каждого специалиста отдельно, чтобы у них была внутренняя мотивация. А, то есть вот так вот пошли, да? Да, мы пошли таким путем. Тоже нормально. В прошлом году была мотивация для всего агентства в целом, общая по квадратным метрам. А сейчас индивидуальная мотивация, чтобы каждого даже нового специалиста вовлечь в эту историю. Если я ошибаюсь, по итогам последнего квартала мы были по продажам первые в Пельмине. По итогам последнего квартала по продажам мы были первые в Пельмине. Совершенно верно. Ну так это уже показатель. Мы сейчас войдем с вами в отдел продаж. Давай, можно я вопрос позадаю? Ладно. А то Ксения все так рассказывает, сладко, что даже это. Я думаю, по технологии задам те же вопросы, только теперь Ольге. Пожалуйста, присаживайтесь. Меня зовут Ольга, как можно обращаться к вам? Ильдар. Ильдар, очень приятно. Какая примерно целевая группа клиентов? Кто покупается? Кто будет моей соседей, если я куплю? У нас тут семейные в основном, да, жители проживают. То есть все с детьми, в принципе, все хорошие соседи. Присутствует такая атмосфера добрососедства у нас в погоде, да. Ну, как минимум, у каждого есть стабильная работа, да. То есть приобретают практически все, да, большинство, наверное, это ипотеку. А это как минимум, да, будет уже стабильная работа и так далее. Так, хорошо. Тогда у меня такой вопрос. Как вы дорабатываете с клиентами? Вот они приходят, посмотрели. Вот этот самый интересный момент всегда. И потом что у вас происходит? Вы дадите о себе забыть или нет? Как у вас все устроено? Ну, забыть мы о себе, конечно, не даем. Обязательно созваниваемся с клиентами. Ну, а как вас проверяется в этом плане? Как контролируется вся система? У нас есть своя программа, конечно, Bittrex 24. А, нужно на Bittrex работать? То есть постоянно, да, обзвоны клиентов. А когда вот клиенту, ну, перестаете обзванивать, что все уже, ну, нет, не купят? Как технология выстроена? С кем-то, например, переписываемся также в мессенджерах. То есть если не отвечают по телефону, в мессенджерах, пожалуйста. Разрешено? Есть какие-то фишки? Ну, клиент не покупает, как говорится, что-нибудь неожиданное ему предложить такое? Есть там разрешение от руководства, условно говоря? Какие-то инструменты? Применим какие-то скидки персональные. То есть все это возможно, да. То есть все-таки вот можете иногда раз? Можем индивидуально, персонально для клиента предоставить дополнительную скидку. Слушайте, как быстро определяете, что клиенту нужно, насколько это сложно? Это же вот отличает профессионала в продажах от начинающего, скажем так. Какими технологиями пользуетесь? Определение потребностей реально. Ну, конечно, да, на встрече с клиентом выявляем все его потребности. Ну, как-то при первой встрече, в принципе, я думаю, все это возможно выявить. Вот, что конкретно надо клиенту. Слушай, как тяжело отрабатывать возражения, что вот у вас сейчас, я так понимаю, дом, который продается, через год сдача, в лучшем случае, грубо говоря. Как вот объяснить человеку, что год ты еще должен где-то снимать или жить в старой квартире? Да, в принципе, все, большинство реагирует нормально на эти моменты. То есть, в принципе, люди готовы арендовать жилье до срока сдачи воду в эксплуатацию дома. Либо, опять же, услуга трейд-ин, тут тоже есть у нас возможность именно трейд-ина с проживанием. Вот, в принципе, ждут погоду, наш былой комплекс, дома эти ждут. То есть, люди готовы подождать и такой период. А еще такой вопрос, я так понял, вам не рекомендовано сразу цену называть, так или нет? Ну, конечно, если это по телефону, мы сначала, да, разговариваем с клиентом, то мы стараемся пригласить его навстречу. То есть, все-таки навстречу, да, в наш магазин квартиры, в наш офис продаж. Вот, и уже здесь предоставить ему информацию по ценам, ну и также предоставить какие-то персональные скидки. Ну, вот ты это уже чувствуешь, правильно, когда клиенту можно уже про цену говорить, когда нет? Ну, да. Да, вот, то есть это уже налажено, да, что называется? Получается так, да. Так, хорошо. Слушай, какая у тебя самая необычная сделка была? Расскажи. Я, в принципе, специалист именно в продажах, можно так сказать, даже начинающий, потому что необычные сделки. Да, у меня все какие-то обычные, стандартные. Слушай, риелторы же часто приходят вместе с клиентами, правильно? Да. Как вообще, вот, роль риелтора какая, на твой взгляд, сделки? Как правильно, вот, как тебе комфортно, как риелтор себя ведет, когда? Эти, наверное, вопросы, да, лучше задать, возможно, агентского менеджера, потому что я прямой менеджер. А вы еще риелторы приходите? Нет, риелторы, да, конечно, приходят. Ну, в принципе, они чаще, например, на нашей самой встрече, да, допустим, когда мы уже представляем всю консультацию, то они, так скажем, молчат, да, то есть дают именно... Тебе раскрыть все преимущества. Да, 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 то есть тут уже... Слушай, а как бы тебе комфортно было, да, как ты роль, вот, многие у нас риелторы смотрят, как ты считаешь, риелтор должен себя вести вот в такой ситуации? Нет, ну, возможно, в дальнейшем, да, там, то есть они уже при личной встрече с клиентом, конечно, предоставляют всю необходимую консультацию, советы и так далее, вот, а тут все-таки они именно предоставляют слово нам, и... Слушай, мотивация тут, ну, хорошая, стимулирующая к продажам или нет? Мотивация хорошая. Но стимулирующая у тебя сильно зависит от плата, от объема сделок или... Конечно, да. То есть все нормально, ну, все, больше в этом не буду изумляться. Так, все, Оль, спасибо тебе большое. Ильдар, желаете ли выбрать квартиру в погоде? Вот, видно, чек это... У меня уже Ксения отоварила. А, вот так вот. Уже все сделалось, все нормально. Вы задали очень хороший вопрос, а вообще, как бы, какова роль агента по недвижимости, да, вот в этой вот встрече, когда клиент приезжает с агентом вместе, да, вот, какой он и какой его клиент? Это просто важный вопрос. Это важный вопрос, поэтому я и решила немножечко, да, продлить наше общение и присоединиться к вам. Клиент от наших партнеров и от этажей практически в 100% случаев клиенты подогреты. Это очень важно, то есть они не холодные, они уже проинформированы о продукте, о застройщике, о его федеральном статусе надежности. Это очень важно, когда клиент уже приходит в симпатии изначально. Это отличает как раз-таки холодного клиента, который, ну, увидел рекламу и приехал на консультацию. Оле его надо подогреть, а клиента, который пришел с этажами, уже греть не надо, он уже подогрет, и ему надо уточнить потребности, которые нам передал партнер, и, соответственно, уже выбрать планировочное решение, идеально попадающее под его сценарий. Слушайте, так много вопросов хочется задать, но, наверное, у нас и так уже эфир большой, что называется, да? К сожалению, к сожалению, да, но приезжайте еще, мы всегда вам помогли. Все, поэтому спасибо большое, Оль, тебе тоже спасибо, а тебе удачи, что все хорошо было. Так, ну, слушай, я впечатлен, во-первых, много повидал, честно скажу, в разных странах мира, ну, уровень очень высокий, вот. Причем высокий уровень и самого продукта, технологии продаж, Ксения, тебе отдельное спасибо. Мне кажется, знаешь, все, кто посмотрел, вот так должны продавать везде, если честно, да, так же уверенно, четко, непринужденно, что очень важно всегда в продажах, да, искренне, вот, зачет. Денису тоже спасибо, что такое, я так понимаю, общее руководство, да, скажем так, с всем вот этими вещами и строительством, и главное, что людьми, это отдельная вообще категория, потому что таких талантов собирать, ну, я представляю, что это такое. Вот, новаторских идей много, я уверен, всем было полезно, поэтому давайте, Ксения, пару слов в конце, потом Денис и закончим. Да, дорогие друзья, я очень надеюсь, что семейный эко-город погода вдохновил вас на визит в Пермь как минимум, а к нам в особенности, так что наши двери всегда открыты, ждем вас в отделе продаж застройщика Девелопмент Юг. Девелопмент Юг строит города. Это ваш лозунг, да? Да. О, все, теперь зато все будут знать. На этом и закончу, спасибо большое. Спасибо.